МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА То есть они должны дублироваться, и один действительно должен выезжать на то, чтобы проводить приемы здесь, ну пусть действительно раз-два в неделю на давлении. Узкие специалисты сегодня – это бич. Для того, чтобы узкого специалиста каким-то образом заманить в Воркуту, вы же поймите, это же люди, которые себя очень ценят, и они востребованы очень везде. То есть это же не предмет, вот вы говорите, должен быть. Что значит должен быть? А он говорит, я не поеду. Ну, это создать условия. Какие? То же самое проживание у них тоже. Да это не проблема сегодня. Да, плата тоже самая. Достойная плата труда, да, действительно, подъемные сам. Это проблема, это не только для врачей. А тут тогда, я вам еще раз говорю, у меня было в подчинении 200 тысяч человек-врачей, 200 тысяч по стране. И если я создаю, вот я приглашаю куда-то в город, в закрытый город, у меня, допустим, проблема с узким специалистом. Вот я его приглашаю, говорю, две зарплаты буду платить. Тут же приходит коллектив и говорит, а почему это так? А почему я терапевт, получаю одну зарплату, а он получает две? Мне тоже две платить. Это не так просто создать условия. Это, вот вы говорите, не понимая вообще предмета, создать условия. Но их можно аргументировать, правильно? Аргументировать все, что угодно можно. А человека сюда привезти, другая история. Ну, это понятно. Аргументы это бла-бла-бла. А мы говорим о деле. Поэтому, коллеги, тоже, чтобы у вас понимание было, что тут сидят какие-то абсолютно бездушные идиоты, которые не хотят просто делать. Ничего подобного. Попробуй сделать. Еще раз говорю, это не тумбочка. Это вот прибор я могу закупить, привезти без проблем. А узкого специалиста, это на самом деле не так просто. Поэтому будем думать. Значит, либо какие-то действительно создавать условия контрактные, возвращать Советский Союз надо. Это согласно всем. Но только это не мы с вами решаем. Скорее всего, что как выход, это все-таки создавать мощную структуру медицинных патастроф, куда набирать людей, чтобы отдельно, чтобы они не были в структуре больницы, чтобы не было вот этого, почему у него там 200 тысяч, а у меня 30. И закрывать, действительно, люди будут понимать, за что им платят, приезжают на месяц, отрабатывают, потому что пока я не вижу другого выхода, реального, с тем, чтобы каким-то образом взять и насыкнуть сейчас Воркуту узкими специалистами, с тем, чтобы еще и перекрыть, там, на двойном режиме перекрыть Воргашор и другие, но оставлять людей без узкого специалиста, тоже неправильно. Подготовим предложение, Владимир Владимирович, по такой мобильной бригаде, которая будет готова закрывать. Ну, ее надо высаживать-то на месяц, чтобы они условно высаживались, проводили полную диспансеризацию, давали рекомендации терапевтам, и терапевтам нужно делать всех терапевтов семейным, чтобы у него была специализация кардиология, неврология. По-другому не вижу для решения. И понятно, что это должен быть уже, поскольку это будет, по сути, земский врач, у него должна быть другая оплата. Потому что просто терапевту, обучить его двум-трем специальностям и платить как терапевту, это не полетит. То есть здесь нужна другая модель. Она, условно говоря, в медцентральной России, это одна история, здесь совершенно другая модель. Ее надо расписывать индивидуально. Никольцов готов здесь абсолютно к тому, чтобы и формировать это новое направление. Готов смотреть, естественно, по финансированию, оно должно быть совершенно иное, нежели штатное. А можно немножко сказать? Как житель города, неравнодушный житель нашего города, и как пациент, в том числе, я разговариваю с врачами, которые новые у нас, с других регионов. Им достаточно той зарплаты, которая платится на уровне Северного закона. Но по поводу жилья я не соглашусь. Жилья нет даже для своих жителей, которые здесь родились. У нас есть и зафиксированные, в том числе и через СМИ, жалобы врачей, молодых врачей, которые показывали свои квартиры, которые им предлагаются. Одна квартира, которая мне не выходит из памяти, в втором районе, это, простите, человек приехал определенного уровня, определенного образования, ему посулили, а там, простите, клоповник. Никто держаться здесь не будет. Поэтому давайте мы начнем с того, что зарплаты их наши устраивают. Они говорят это с нами в беседах. Их не устраивают здесь те жилищные условия, которые им предлагают. Вот с этого надо начинать. А что по жилью? По жилью там получают, они же ведомства, мы передаем Минздраву, дальше распределяют врача. Как вариант, если мы муниципальное жилье, а не муниципальное передаем, как служебное, а просто только в Минздрав выделяют деньги и средства, ремонтируются, и они уже с ремонтом ждут врачей. Я просто перебью, те квартиры, которые у нас есть, они есть то, что есть. Как правило, люди уезжают, сдают квартиры, обязаны сдать в казну. Мы передаем это, кто стоит в аварийном жилье. Это одна. Сейчас не в порядке есть. Мне нужно изначально делать контракт, потому что человек, по большому счету, особенно специалист, должен понимать, что если он какое-то время отработал, то мы должны понимать, чтобы он не выгорал, а выгорание у специалиста, у врачей это основная проблема. То есть человек, если начинает выгорать все, у него никакого профессионального дальше роста нет. И для пациента это катастрофа. Поэтому здесь нужно будет ротацию. Ротацию, условно говоря, человек должен четко понимать, за что он приехал. Он приехал на 5 лет, у него контракт. Абсолютно все-таки вас уверяю, что это должна быть иная система оплаты. Даже не северная. Ну, пускай даже пощеряют. Это такая профессия. Я согласна с тобой. Второе, это должен быть действительно фонд имущества, который нужно передавать. Минздрав его должен брать. Мало того, вы знаете, как мы делали в Димитровограде. Это не просто жилье, отремонтированное с иголочки. Это мобилированное жилье. Потому что человек, по большому счету, не должен приезжать и думать, где ему стул взять, стол, кровать. То есть он должен заезжать в мобилированную квартиру. И вот эту историю нам сейчас все сделают, имея программу отдельно, прямую, в Аргашуру, в Аркута. И по идее. Та же самая история. Понятно. Владимир, здесь в республике не было такой системы, никогда отстроена. Поэтому будем, проработаем предложение, подготовим. Ну, неважно. Мы же не отвечаем за то, что было. Мы же отвечаем сейчас за наш период. А он должен быть понятный, и людям должны понимать, куда идем. И какая перспектива. Понятно, что завтра, чтобы вы просто понимали, я не собираюсь тут некие лозунги объявлять. Завтра, вот завтра, да, там 15-го числа и 16-го, ничего не произойдет. Это понятно? Нет, произойдет. Произойдет в том части, что будет вторая бригада однозначно. То есть то, что можно делать, это нужно делать. Геннадий Князев, ТНТ, Воркута.